я надо было 6 красных яиц у соседа не факт что это мараны или если это марана не факт что они без примесей короче они не не породные в общем-то короче я продезинфицировала септодезом возможно что им нельзя дезинфицировать но нас аж настолько боится всяких зараз курятники не даст мне под наседку положить не дезинфицированные яйца поэтому вот я сделала гнездо импровизированное сейчас положу и посажу свою наседушку которая уже пытается не знаю неделю усесться я ее все сгоняю вот и думаю что кучинское яичко подложу и пускай бурандучок еще будет в принципе 7 штук же нормально она мне не очень толстопопка но я думаю что поместится и вот такое гнездо я поставлю ей вниз в угол и прикрою чтобы мне не под него каждый раз не выковыривать чужие яйца донесенные это мое яичко ну смысле не я снесла но вы поняли яйца очень крупные цвет мне конечно очень нравится прям такой пасхальный я планирую что если у меня вылезет хоть две девочки из этих яиц я их могу в принципе с белым петухом скрещивать получится такой белесо-розовый по идее цвет яиц не всегда так получается там все эти гетерозиготные гомозиготные признаки они как-то перекрещиваются зачастую не так как хочется ну мне уж никто не запрещал на трех штуках попробовать я же в конце концов все дело это не загублю этим я знаю что я это лучше не мыть не тереть и так далее но в данном конкретном случае я скорее рискну яйцом чем рискну курятником своим так что вот так вот такое гнездышко у нее будет все сажаю девочку мою так милая моя ты вообще в курсе что умер у канши не садятся на яйца что это за финт ушами ты чё села-то вторая сидит вот посмотрите на нее есть 7 месяцев и на чьи-то яйца селают ты сама еще только началась не стись дуреха и я чё-то сегодня не поняла вообще вот это садится на яйца курица почему сильно яйца все почему все три сели на яйца у меня столько яиц нету это до вас в магазин сдам сидите там на прилавке на яйцах так ты села на яйца первое тебя и посажу да остальных буду сгонять ну я попробую конечно надо и быть еще красных яиц но я не факт не факт мне одну-то не разрешает сашка сажать а уж все три-то но удив даете я понимаю что весна тебе понравились такие яички ты сядешь укладывает укладывает под себя обалдеть что-то под форму копы что ли их укладываешь садись сядешь еще поперек то села может ты вдоль сядешь все таки что так от ящика рубец на попе будет сядь нормально поперек то ты чего вдоль садись ну ты не хочешь да чтоб я тебя учила видимо ладно сиди как хочешь она наверное не сядет сейчас она найдет выход и сбежит оттуда видите в гнездо наступает и уходит из него не садится нет рядом 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 выход вот ткань чё делать то чё опять ее гнездо сажать большое в общее гнездо опять посадишь опять к ней будет подкладывать эти яйца опять их пасти надо будет или сядет опять начала яйца катать смотри-ка вроде как усаживается если она час уже сидит значит она уселась все или она может с каких скачать и убежать генка сиди уже я на тебя возлагаю большие надежды как наши малыши как вы малыши карандаши у них витамин постоит папочка вам витаминку постоит вы-вы-вы лежите-лежите чего вы вскочили то все ну не первый день знакомые то небось можно не вставать при встрече ну дирижабли в общем такие же бролера маленькие породные крошки малышки аккуратки а эти раскоряки гигантские но как вы видели по прошлому видео они значительно уступают в весе мы и не ждем что они будут точно такими же ой 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 да с такими прожорливыми детьми тебе самой-то не поесть наверное наседушка сидит так посмотри сейчас в гнездах то нет наседки еще одной вот она вот она не дать не взять так сколько раз тебе говорить я тебе уже ай вот так ты решила поступать со мной да я все равно тебя вытащу какая ты злая я забыла закрыть дверцу караул у вас все хорошо как ты растопыриваешься мамочки родные а можно мне тоже к тебе влезть под крылышко мне кажется я помещусь у тебя все хорошо у нас вот как всегда было глупо предполагать что нам повезет и из двух породных птиц будут обе девочки один точно мальчик вот этот с гребешком это к гадалке не ходи все первичный признак да вот наши подкидыши у них снова какая-то неприятность и неприятность это называется соседство с лигорнами эти маленькие два кровожадных лигорна начинают расклевывать бройлера только у него начинаются тычечки перона стоящие на спинке на попе на крыльях как эти тут как тут их двое траглодитов на 5 больших бройлеров и они умудряются их каждого пообщипать и грудь вон общипали все что можно короче придется ли горным стратегическую меру опять применять это единственное что работает смотрите вот он стоит вот он и клюет его выклевывает перо на нем вот петушок второй не менее кровожадный чем вот маленькая эта девочка и они вдвоем пять штук обрабатывают со всех сторон вон у этого хвост вообще повыдрали повыщипали так что пока кто-то не добрался до чьей-то попы нужно их как-то это ограничивать и это дело пресекать потому что смотрите здесь ни лампы не висит ничего то есть свет у них не то что не яркий а я бы сказала вот сейчас я даже включила в курятнике свет чтобы их снять свет очень тусклый кстати если бы отдельно можно было бы выпустить вот этих лигорнов в общую стаю я думаю что с ними бы ничего не случилось они очень юркие очень бегающие товарищи быстро что тебе все время здесь все надо то а иди дождь на улице ты домой что ли хочешь все на улице сидят любопытная варварка такая вот эта курица она первая запивала если помните любой драки а потом в кусты и петуху жаловаться так что мил мои паяльник паяльник понимаете по вам плачет так покажу сейчас мою наседочку новенькую у нее гнездо там ящик с соломой тоже вода стоит тоже еда у нее вот сидит на яйцах у нее тоже под ней штук по-моему 9 что ли яиц часть кучинок и часть пасхальных которых я снова надыбала еще сколько еще 4 штуки к тем что были так что-то здесь кипиш какой-то боже петухи на откорме орут вот нас на откорме мясные петухи мини мясные и кучинские петухи на откорме так по поводу подкидышей так я открыла дадим им травки сейчас идите мои золотые поклейте так а че у тебя там такое девонька моя ты че яичко что ли снесла ну-ка дайте-ка я влезу обалдеть ты моя золотая ты и мамочка и яйца еще несешь а когда начинает курица после того как отсидит на яйцах нести яйца следующее вот вопрос кстати вода у вас закончилась ну что девонька моя ты немножко прифигела мягко говоря да вот эти вот тушки конечно же уже под нее не залезают точнее они забираются пытаются да но больше скажи трех четырех я не могу да уже их греть да да моя девонька ты умница когда их теперь выпускать то хоть можно вообще непонятно хоть посоветуйте что теперь с ними делать то когда их можно будет в общую стаю то выпустить уже можно или нет вот они лигорно то хищеньки посмотрите все в перьях вот их наверное можно было бы они и шустрые и бегают очень быстро наступи ногой балбес вот видишь как все просто если пропала четкость на камере нужно протереть ее штанами вот да мы сладкие очень все нормально короче все нормально пока вот обалдеть яичко у нас появилось ты умница моя девочка длинненькая такое сейчас вам покажу попробую цвет почетче такое оно у нее жемчужное вот моя новоиспеченная наседушка сидит короче я под нее подложила еще несколько яиц кучинских потому что как вы знаете кучинки у нас начали жрать яйца неизвестно может всю семью кучинскую убрать придется вот поэтому было инкубационное яйцо я подложила сиди сиди аккуратно сиди сиди вот такой ящик сена в нем не знаю скажите не зря не то что у него со стороны за этого не поддувает температура может ниже нет ну короче ладно мы не особо сильно рискуем сами понимаете яйцо наше или приобретено очень недорого и кучинское там яйца десять штук положила наверное много да ну вот короче сидит все все девонька не мешая тебе она позже той села примерно на неделю если не больше поэтому а свет оставлю не будет у нее рано цыпок будет попозже вот наши подкидыши им 33 дня уже такие кони бедная кучинка вся не всебешная пытается их согреть под крылышком помещаются ровно два с каждой стороны по одному малыши вот эти куда-то еще проюркивают погреться а эти бройлеры уже все вот такие у нас подкидыши рост 38 Болгария так ну что наши подкидыши им сегодня 37 дней подкидыши уже понятное дело не то что под мамы не помещаются а просто практически как мама размером и самое для меня удивительное что у одного грудь голая ты видел а у остальных они мохнатые вот по ходу лигорные именно двух облюбовали и выщипывают у них перо прорастающее принимается решение их выпускать уже подталкивается это решение еще ну да она несется уже давно ну как давно недельку да она полторы где-то уже несется вот решение подталкивается вот этими двумя малышами пока двумя там три уже да где-то там еще три моя девонька выводить начала все у нее вывод поэтому мы наверное им это место предоставим а наши вот смотри вот лигорн сразу видно ли попытка такая шустрая вот за них я кстати не переживаю они мне кажется даже по ним даже самосвалом не проедешь потому что не попадешь просто они шустрые быстрые а вот голожопики меня пугают ладно посмотрим попробуем и посмотри какой один мохнатый вот тот прям вообще пушистка им 37 дней уже а рядом сидит ну заметно смотри меньше они чем те которые на откорме сидят в клетке надо взвесить бы их конечно сейчас ты хочешь взвесить может взвесим штучку хотя бы ладно давай давай возьмем до самого крупного и посмотрим ты же умеешь у нас по обхвату груди определять мама смотри все равно мама возбудилась у тебя уже сын больше тебя успокоит совершеннолетний так вот все приспособления окончены поздравьте у нас весы наконец-то приобрели я уже хвастанулась вчера когда индейку снимала вот давай товарищи тебе не кажется что 240 ты серьезно ты считаешь что он 2 килограмма больше ну а что нет нифига себе цыпленочек как это мне кажется он маленький но весит он да? плотненький такой ты плотненький? хотя по внешнему виду не скажешь мне казалось что он тонул кило семьсот кило девятьсот может быть ну ладно давай сейчас я принесу одного с клетки давай тащи а этого обратно неси этого я уберу выключай пока так это девочка подкидыш маленькая самая кусь 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 не трогай пожалуйста 1455 а ну вот видишь значит все таки потому что он петух поэтому он большеват это подкидыш хорошо все на стоп нажимай опять так это у нас те которые из основного курятника на корме да нет Сашка все таки больше то значительно по весу так же а что такое то? посмотри он по объему мне кажется больше 260 его сними Алина отойди пожалуйста слушай действительно мне кажется он по объему как бы выглядит он больше вот что значит и бегает ты думаешь из того что мышцы тяжелее жира всегда ну нет я из того что тут видно волокна более плотные и из-за этого Котя был более тяжелый Зайчонок не трогай пожалуйста его вот кило 160 ой 2 160 блин тот будет и явно жестче да сейчас он тебя клеонит сейчас он подожди ты самого большого выбрал или просто первого попавшегося довольно таки большого да я выбрал слушай так он получается такой же весом такого же да обалдеть так что смотри петухи петух у нас подкидочный он получается не отстал по развитию давай сейчас я еще девочку принесу приноси но это подозрительно мягко говоря так девочка но пытался выбрать самую маленькую не знаю получилось у меня нет 1720 а та была около этого ну получается девочка такая же как и та девочка что ли ну потяжелее я не помню сколько но про инстаграм тяжелее короче это удивительно правда смотрите мы кормили их как не сушек стандартные мешинки там начиная от зерна заканчивая остатками со стола и там лапы головы да от забойных кур пророчное зерно и вот в этой вот кормушке у меня был насыпан ПК-6 все сейчас они выходят в возрасте 37 дней на улицу и уже едят то что едят не сушкино так то есть они будут у нас есть только мешинки зерновые и траву все так ну все вот он глашейка даем им вот на ночь бывает когда не успеют что-то им там сделать я им насыплю ПК-1 для не сушек для не сушек да в любом случае конечно протеин будет явно не бролерский да да ну смотри-ка ты открыла они все равно там сидят ну пусть сидят да значит по персу смотри по персу для жопик ну-ка витамины они у меня получали один или два раза когда маленькие были более сейчас без витаминов они просто на общих условиях со всеми будут здесь обитать угу ну ты можешь сказать что у них были чуть прилегированные условия по отношению к обычным не сушкам в общем были? да ну да конечно у них был ПК-6 в доступе в доступе да пару раз витамины в ранней стадии и больше у них было голов куриных я подбрасывал подбрасывал подкармливал вот смотри это еда не для бролера ну да 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 конечно ну короче вот все отпустили мы своих этих опять в свободный бег бег подкидыши посмотрим что теперь надеюсь они не повторят ситуацию со своим прошлым выгулом так девонька так вот ты тут врун ай собака все время я поняла что ты ну задавила смотри самое моего ценного задавила одного ты видишь так вот эти с синие полоской все надо просвечивать осталось одно цветное яичко ты посмотри какая у меня короче я очень расстроена покажи цыпленок из темного яйца весь хороший все она его задавила что ли почему так и все у него затянулось все пушистый смотри какой хороший блин я расстроена короче а так ладно все воскопирую яйца и если они живые то под тонисушкой надо их воскопировать и оттуда доставать эти в итоге вот что получилось один цыпленок не смог выбраться но у него не втянувшийся желток у него очень тонкая вот эта стенка брюшная по моему ну короче что то было не так изначально видимо получается что под этой несушкой одно неоплод я просветила сейчас вот и того она у меня высидела одного кучонка кучинского цыпленочка бурдочка и трех цыплят из цветных яиц из темных так получается что остальные которые под ней лежали с черкотинками яйца я его скопировала все оказались оплот под этой курицей вот и я их переложила к моей несушке которая сидит с уроком позже примерно на неделю две неделю наверное вот она под нее положила все яйца оплодные вот она молодочка моя а неоплодные вытащила неоплодного оказалось под ней одно яйцо вот это остальные все тоже оплод думала сейчас при переноске будет танец с бубнами я короче взяла их вместе с ящиком со всеми этими делами со всеми цыпками с курицей ящик перенесла в этот отсек ничего особо не чистили ничего не делали корм насыпала воды налила ну все покажешь ты меня клюешь я тебя боюсь ай покажи четвертого пятый что еще два получилось а что я это яичко то у тебя не достала что ли ну я даю так у тебя пятеро а ты моя девочка их пять я не досчиталась так дай-ка мне пожалуйста под крылом что ли то сидели это то яйцо и с полоской оно не вылупится все все закрываю так а так все все и все и все и все